Соборное послание святого апостола Якова, 1 глава, с 5 по 8 стих. Если же у кого из вас не достает мудрости, допросит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Но допросит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями, не тверд во всех путях своих. Добрый день, дорогие друзья, с вами Капля, и мы продолжаем неконтекстуальный разбор послания Якова и говорим о непостоянстве сомнений. Существует такой постулат, если что-то одно неверно, если что-то одно подвергается сомнению или не является достоверным, то нет никакой гарантии, что все остальное будет истинным. Поэтому, когда мы с вами говорим о сомнениях, сомнение не может быть статичным, оно всегда нарастает. Если мы с вами усомнились в чем-то одном, потом другое, третье, четвертое, пятое, и это, как знаете, ссыпаться с какой-то насыпи, остановиться будет практически невозможно. Итак, вера стабильна, а сомнение всегда находится в движении. Таким образом, сомнение ведет к непостоянству. Человек, спустившийся на путь сомнения, рискует никогда уже с него не сойти и становится вот той самой волной, поднимаемой, развиваемой всевозможными человеческими мнениями и учениями. Как говорил герой одного советского фильма, когда его спросили «Ваша кредо», он сказал «Всегда». Итак, сомнение – это то, откуда мы рискуем вообще не вернуться. Что же движет волной сомнений? Яков пишет, что это некий ветер, который поднимает и опускает эти волны, сбивая с них пену. Первое же, что приходит на ум, это слова апостола Павла, который говорит о том, что мы не должны быть младенцами, которые движимы различными человеческими учениями, различными мнениями людей. И он употребляет ровно такое же слово, как и Яков – движимы. Итак, когда мы говорим о том, что движет нашими сомнениями, это различные мнения других людей, которые они противопоставляют мнению Бога. В греческом это слово «репидзомена» – буквально швыряемую, непостоянную, находящуюся в смятении. Именно это состояние характеризует человека, постоянно сомневающегося и находящегося под всевозможными человеческими мнениями и учениями. Как вы считаете, возможно ли нам полностью избежать сомнений? Пишите в комментариях, и мы обязательно разберем ваши ответы.